На сцене одесские мансы «Наше время». Антон Лирник, их тренер, их представляет. Пожалуйста. Тема конкурса «Наше время». Мы с командой всё наше время отдали репетиции. И действительно провели вместе столько часов, что я уже чувствую себя немножечко одесситом. Более того, мне кажется, что я уже немножечко еврей. И если кто-то в зале переживает похожие ощущения, то, мамой, клянусь, вам таки понравится эта песня. Этот закон давно известен. Мир был совсем неинтересен, если б не ряд особенных людей. У них всё считается по маме. Долг возвращается частями. Каждый из нас немножечко еврей. Проснись с ним, бой ты день прожил. На свадьбу друг пригласил. Пустой конверт ему ты гордо подарил. Когда сих пор ты идёшь, Пакет из дома берёшь. Ты попадаешь в ряд особенных людей. Всё потому, что ты немножечко еврей. Каждый, кто сохраняет чеки, Те, кто торгуются в аптеке. И слово мамы для кого важней. Кто подключив вай-фай соседа, Фильмы качает с интернета. Каждый из нас немножечко еврей. Проснись с ним, бой и будь хитрей. Попробуй в жизни хоть раз. Своим поступком отличись от серых масс. К примеру, наш президент, Ему от нас комплимент. В его решениях присутствует наш ген. Не хочет продавать он фабрику Рошен. Есть олигарх один известный. Был губернатором, он местный. Много чего он сделал для людей. Да, да, всё правильно. По всей стране его заправки. Берём кредит в его же банке. Просто он хороший человек. Проснись скорей, проснись скорей И стань немного умней. Сейчас поделимся мы хитростью своей. Засудьте руку в карман. Там карточка приват-банк. Ты по-другому взглянешь на своих друзей. Каждый из вас теперь немножечко еврей. А, я всё, всё, я понял. А ну? После совместного досуга. Если подвёз за деньги друга. Значит, что прибыль для тебя важней. Ну или так. Или за ужин в ресторане. Счёт предлагаешь своей даме. Тогда ты тупо жлоб, а не еврей. Еврей не жлоб. Еврей другой, он всегда под рукой. Вопрос любой решит с холодной головой. Знает, где доллар менять, кому квартиру продать. Прийти на помощь вам он будет очень рад. Но только я вас умоляю, не в шаббат. Всё правильно, Гриша. Шаббат — это святое. Не надо нас трогать. Если копнуть поглубже тему, вспомнить известную проблему. Знает любой дантист, бордой юрист. Как в сорок лет толпой ходили в жаркой солнечной пустыне. Каждый из нас немножечко турист. Евреем может быть любой поляк, француз или грек. Татарин, украинец, белорус, успех. Гилобус ты раскрути, пальцем страну покажи. В любое место, что на карте попадёшь. Мы обещаем, ты евреев там найдёшь. Азохин вы. Шаббат шалом. Ядрёна вошь. Какая вошь, Саша? Ну вот это вот. Чтоб вы нам были здоровы, граждане. КОНЕЦ